Здравствуйте! В эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой я познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило 334 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 16 преступлений, 15 из которых было раскрыто. На территории города по-прежнему преобладают преступления имущественного характера. Из общего числа преступлений зарегистрировано 8 краж чужого имущества. Одна из них совершена двумя нефтьюганцами, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хищение терминала для оплаты услуг в одном из торговых центров. Мужчины вынесли аппарат, который в последующем вскрыли, похитив денежные средства в сумме около 8 тысяч рублей. Злоумышленники задержаны. В признательных показаниях подозреваемые пояснили, что накануне совершения преступления оплачивали услуги сотовой связи через терминал, который по неизвестным причинам заживал денежную купюру, не произведя оплаты. Тогда у злоумышленников и родилась идея с похищением аппарата. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Кроме того, полицейскими проводятся расследования по двум фактам мошенничества. Одно из них зарегистрировано накануне. Несмотря на неоднократные предупреждения нефтьюганцев, один из них попался на удочку аферистов по наиболее распространенному виду мошенничества. Потерпевший в поисках необходимого товара обратился к сайту Авито. Найдя подходящий вариант, да еще и по более низкой цене, этот момент не смутил мужчину. Созвонившись с продавцом и обговорив детали сделки, потерпевшись с легкостью перевел денежные средства в карман мошенника в размере около 60 тысяч рублей в качестве задатка. После этого продавец исчез, выключив телефоны, как и его объявления. Уважаемые горожане, будьте внимательны. При совершении покупки на подобных интернет-сайтах обращайте внимание на каждые мелочи. Цена товара намного заниженная по сравнению со среднерыночной, должна сразу вызвать подозрения. Не отправляйте деньги, не убедившись в достоверности поданного объявления. Договоритесь о встрече с продавцом. Если это не представляется возможным, настаивайте на передаче суммы лично на руки. Также полицейскими нефтьюганска продолжается работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. За минувшую неделю правоохранителями задержано два нефтьюганца за незаконное хранение наркотиков. Общая масса изъятых веществ составила порядка двух грамм. Еще одна кража была совершена 29-летним жителем города, который, находясь в одной из аптек города, совершил хищение банковской карты, оставленной предыдущим покупателям. Также злоумышленник видел комбинацию набора пин-кода, который вводил заявитель. Тогда и возникла идея хищения карты. В последующем задержан произвел съем денежных средств похищенной карты в сумме около 200 тысяч рублей. Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. В течение минувшей недели в дежурную часть поступило сообщение от жителя города о том, что им обнаружены подозрительные предметы, похожие на боевые снаряды. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты две ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов, а также корпус от минного снаряда образца времен Великой Отечественной войны. Обследовав данные боеприпасы, служебная собака кинологической службы был подтвержден факт наличия в данных предметах взрывчатого вещества. Для осуществления обезвреживания и уничтожения обнаруженных минных снарядов незамедлительно выехала оперативная группа саперов ОМОН Управления Российской Гвардии с местом дислокации в Сургуте. Специалисты установили, что изъятые боеприпасы были покрыты небольшой коррозией, которая не повлияла на их боевые качества. В гранатах присутствовали взрыватели, не переведенные в боевое положение. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, имевшие причастность к хранению вышеуказанных боеприпасов. Всего в течение минувшей недели на уличной дорожной сети города зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадал один человек. Сотрудниками ГИБДД был выявлен один нефтьюганец, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело. Также полицейскими выявлено и задокументировано свыше тысячи административных протоколов, в том числе по линии ГИБДД. А также проведено 7 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение о пресечении преступления, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции Нефтьюганска в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Будьте бдительны и всего вам доброго.